Стихийный рынок на улице Валкас образовался еще в 90-х годах прошлого столетия. Здесь горожане могли приобрести все, начиная от сельхозпродукции до бытовой химии, промтоваров и антиквариата. Вполне уютно до недавнего времени чувствовали себя здесь и перекупщики, а также продавцы нелегальным товаром. В этой связи в адрес самоуправления жалоб поступало много. Изменить ситуацию должны обязывающие правила городской думы о легализации уличной торговли на улице Валкас. Они вступили в силу 1 января. Надо будет обратиться к нам в коммунальное управление, написать заявление с пожеланием о торговле. Виды торговли тоже оговорены согласно наших обязывающих правилах. В основном это сельскохозяйственная продукция, сбор грибов, ягод, также самовыращенные цветы. Будет запрещена торговля на каких-то своих дополнительных устройствах, на табуретках, на каких-то дополнительных столах. Также и запрещено будет торговля с машиной. Правила также предусматривают ограничение ассортимента товаров, которые можно будет продавать на этом базарчике. В частности, будет запрещено продавать вязаные носочки, косметику, предметы гигиены и многое другое. Контролировать соблюдение правил торговли будет муниципальная полиция. Изменениям рады не всем. По мнению наших собеседников, больше всех от таких перемен пострадают люди, которые летом и осенью продают овощи и фрукты, выращенные на своих приусадебных участках, а зимой предлагают покупателям разного вида соления, маринада и варенья. А перекупщики и впредь будут чувствовать себя хорошо. Правильно это было принято? Правильно. Если бы дали нам работу, вот на мне пенсия 120, да? Вот попробуйте на 120 выжить, да? Хоть что, я не думала, что я к старости буду торговать на базаре с высшим образованием. Все тут будят, будят, будут писать мэру, чтобы разрешили бы больше ассортимент какой-то, ну. А сейчас чем можно торговать? Ну, сейчас вот носками мы можем торговать. Ну, вот это вот до 15-го числа, вот мылом тут еще вот мыло, вот это масло тут вот, косметика тут немножко. У нас же есть и теплички, это огородик есть, но это будет уже по весне, а тут что, чтобы на полку уложить, что ли? Что касается оплаты за место на базарчике на улице Валкос, то многие огородники и садоводы-любители с этим согласны. Три евро в месяц за продажу свежей сельхозхозяйственной продукции не такие уж и большие деньги. И самые ответственные уже выбрали разрешение на торговлю. Вот я приехала, мое место уже никто не занимает. Мы с мужем нигде не работаем, только живем, теплицы у нас, свой участок, сами выращиваем, сами продаем. А раньше как было, например, в Тугоите сейчас? Ужасно было, это ужасно. Нужно было вставать в 5 утра, занимать место. Это что было? Мы только за. Я выкупил это место. Выкупили давно или сегодня? Вот сегодня. Тут же раньше бесплатно все было. Ну и когда я 2-го или 3-го ездил, подал документы. Сколько заплатили? За 2 места 67-40. Буду спокойно приехать к 8-ми, к 9-ти меня не волнует. Если кто-то встал, я просто попрошу, чтобы ушли и сесть на свое место торговать дальше. Вас это больше устраивает, нежели такой хаотичный? Это больше, чем приезжать по утрам. Конечно, существует и другая точка зрения. Тем более, что продавцам рукодельных изделий за место на этом базаре придется платить не 3, а 10 евро в месяц. Сюда приходит не то, что бизнес делать, а прожить. Понимаете, я инвалид второй группы. Думаете, мне легко стоять вот тут. Я работаю до потери пульса, чтобы прожить, уплатить за квартиру, чтобы в долгах не быть. Самой Ольге, которой присвоена группа инвалидности, платить за торговое место не придется. Но за своих коллег по прилавку ей обидно. Мне не надо платить. Да, вот это спасибо еще государству, что не надо платить. А так, я говорю, я 120 евро отдаю только за лекарство. Как жить? Была бы достойная пенсия, достойная эта, никто не стоял бы уверенный. Что думаете насчет новых правил? Вот смотрю, 4 чеснока. Да, вот 10 штук было, вот 6 продал. Своё, да, на огороде? Ну, аж свои же, видите. Ну, и что хорошего с этого сделают? Ничего хорошего. Я два раза в неделю, если приду только, и всё. Вот представьте, как это так. Что делать будете теперь? Ну, ничего, так и буду. Пенсия небольшая, так и буду. Приходить больше не будете тогда, если вдруг что? Ну, да, конечно, если такие цены, и это всё здесь разгоняют, конечно, не буду приходить. Лабак буду, как так обея. К слову, на сегодняшний день управлением коммунального хозяйства на торговлю сельхозтоварами и рукоделием на улице Валкас выдано 74 разрешения. Всего же на этом базарчике будет оборудовано только 80 торговых мест. Оформить все необходимые документы на торговлю на улице Валкас можно в УКХ по рабочим дням с 8 до 10. Справки по телефону 654-76-479.